31-летний староскулец приобрел три фальшивые пятитысячные купюры и расплатился ими в магазинах. В итоге он дважды расплатился со мной пятитысячными купюрами, которые достаточно хорошего качества я на ощупь никак не определила. Ничего не подозревающая продавец решила поменять собственные деньги на более крупные купюры, чтобы расплатиться ими за услуги в стоматологии. В клинике обратили внимание на подозрительные деньги и обратились в полицию. Личность преступника удалось остановить. Им оказался 31-летний ранее судимый за кражу староскулец. Своё вино на 30 не стал. Возбуждено два уголовных дела – изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег. Наказание по этой статье – до 8 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители ищут третью подделку.